Добрый день, уважаемые коллеги. Поскольку я в категории клинической и детской стематологии, прежде всего я, конечно, расскажу о проблеме в свете ортодонтических моментов. И, конечно, мы ортодонтические моменты, и, конечно, мы ортодонтические моменты, мы прекрасно понимаем, что внедрение в ортодонтию любой технологии, которая обоснована клинической физиологией, как фундаментальной медицины, это очень хорошо. И, понятное дело, что это ведет к увеличению эффективности ортодонтической терапии, коррекции нарушений сенсорблюдательной системы, что это коррекция с лечением, что это экономит расходный материал, что это увеличивает, прежде всего, эффективность комплексной терапии, на что, в общем-то, все это направлено, и уменьшает уровень развития побочных эффектов. Ну и мне бы хотелось вас, скажем так, немного ознакомить с тем, с чем работаю я. Почему? Потому что, может быть, и вы, когда вам будет приходить ваш пациент, будете обращать на это внимание и сможете направить его в ортодонтик своего пациента. Итак, есть сейчас ключи-оклюзия по адресу, конечно, никто не говорит, что вы их должны вымочить, но самый, наверное, основной, ну, что можно обращать внимание и вам, в том числе, это первый ключ соотношения маляров по первому классу Энглии, то бишь, когда медиально-щечный бугорок первого постоянного маляра в верхней части, смотрит между горковой бороздкой первого постоянного маляра в нижней части. Если бугорок смещается впереди или сзади, это уже нормальное. Это вот основное, что вам можно попробовать запомнить. Также каждый зуб имеет ангуляцию, то есть переднезапные направления англинации, если вы ставили наклон, в припусе не должно быть поворотов или ротации зубов, и, конечно же, должны быть плотные контакты. Также, что очень важно, и что на что тоже вы можете вполне обращать внимание, это определенная плоскость, я вам показываю. Она имеет определенный прогиб или кривую, соответствует кривой шпея, то есть глубина окклюзионной плоскости может достигать 2 мм. Если окклюзионная плоскость у нас каким-либо из округов меняется, то, конечно, это уже повод послать вашего пациента к ортодонту. Таким образом, мы видим, что у нас целых 6 ключей, то есть 6 правил, которые должны сметаться выбор. Соответственно, если на какой-либо из сторон, например, кариес, эти ключи уже не работают. Если на какой-либо из сторон зуб отсутствует, то, соответственно, опять же, этого ключа какого-то изменения уже нет. Потому что зубы начинают наклоняться в сторону отступления дефекта, зубы начинают выпускаться в сторону дефекта и так далее. То есть на какой-либо из сторон образился блок. Соответственно, окклюзионная плоскость тоже изменяет свою форму. И мы имеем дело с нарушением симметрии, то есть с самой плоскостью и нарушением ее высоты на какой-либо из сторон. Соответственно, это ведет, в общем так, взаимосвязывая порученную кругу, к нарушению вытяжения мышц с одной стороны и, соответственно, нарушению кислородушнику. Случится отможение. Ну, вот я привожу здесь челесный слайд, фиксионный тест по профессору Самарокову, который мы теперь, я теперь даже умею проводить, благодаря Юрию Алексеевичу. И таким образом мы можем... Самарокову прежде всего. С помощью этого теста я могу с легкостью определить, на какой стороне у меня находится блок. Это очень просто. Ну, я думаю, все это создано, поэтому я не буду вглубляться в методику. Как мы можем регулировать и нормализовывать визионную высоту? Не только высоту, а в принципе, определенную плоскость. Есть несколько способов. Первый способ — это с помощью стандартных силиконовых кап системы Meobrace. Второй способ — это пластичная палка с определенными накладками разной высоты. И изготовление индивидуальных пластмассовых кап. Я хочу обратить внимание, что две последние позиции — это индивидуально изготовленные... ну, скажем так, ортезы, да? Вот первый вариант — это изготовленные на заводе, изготовленные ортезы. Но подбираются они индивидуально по размерам и в зависимости от ситуации и из соответствующих клинического случая возраста. Следующий стандарт. Ну и немного о системе Meobrace. Прежде всего, я хочу сказать о том, что система Meobrace, она может использоваться не только стоматологами, но и в том числе и врачами вашей специальности. Главное — посетить определенный цикл лекций. Я этот цикл лекций посетила, но не так можно, потому что я ортодокс. И, собственно говоря, как раз имеет представление о прикусе. Ну, это такое отклонение, да? Значит, в чем преимущество этой системы? Во-первых, это система изготовлена из укропового силикона и, в общем-то, достаточно комфортная для пациента. Она не поближдает эмали, не затрудняет гиеву. Прежде всего, потому что это съемный аппарат, и мы совершенно спокойно можем чистить губы в своем движении. Это незаметная система. Почему? Потому что она носит всего 3 часа днем и всю ночь. Соответственно, 3 часа, и вы можете спокойно проводить с Meobrace дома и где-то носить его на улицу. Как я уже сказала, максимальный комфорт для одежды на средстве оболочки, гипоаллергенов там производители обуславливают. И, в общем-то, достаточно хорошо этот Meobrace корректирует незначительные ортодонтические аномалии, различные ротации зубов, нахлоды зубов и небольшую скучность в передних участках. Также за счет своих пружинящих свойств в Meobrace, то есть в боковых отделах, в Meobrace, скажем так, слегка пружинит постоянно, и таким образом он нормализует форму зубных док в верхней нижней челюсти, слегка ее расширяет в их пружине. Ну и, соответственно, в Meobrace достаточно, ну, скажем так, дешевый способ исправить прикусы, соответственно, решить проблемы при зоне плоскости и высоте окклюзии, потому что, ну, к примеру, да, наклейка одной челюсти в спреките системы самыми дешевыми руслями, в некачественных моментах порядка 10-12 тысяч Meobrace на 2 челюсти, то есть порядка 7 тысяч, 7-8 тысяч в зависимости от того, как и сущность увеличится. Это чистое, пожалуйста. Так, ну, как у любого ортеза, да, у Meobrace тоже есть вказания и противопоказания, вказаниях на окрасе скучности в фронтальном отделе, сужение зубных рядов, открытие припус, второй класс Энгли, то бишь, когда нижняя челюсть расположена к заяне, относительно вверх, и относительно передней черепной емки. Соответственно, первый класс Энгли, это точно, я говорю, это правильное смыкание, но с соскученностью в фронтальном отделе, и сгубы альгалерных форм на 3-го класса. 3-й класс Энглизиальная плюзия, это достаточно тяжелая форма патологии, которая очень сложно лечится, это нижняя челюсть как и цепь перед, относительно передней черепной емки. Соответственно, Meobrace еще очень порой для лечения нефункциональной, вредно-профункциональной привычки, функции и положения нижней челюсти. Вот это о чем я говорю, потому что, в общем-то, айтодонтия, она очень зависима от этого положения, и план лечения тоже прописывается относительно измерения вот этих позиций нижней челюсти. И вот как раз коллега какой-то говорил про неофункциональность, что-то я слышала здесь. То есть Meobrace, он действительно хорошо очень тренирует мышцы, то есть что вам, да, и нам, претонантам, очень важно. Поэтому аппарат достойный внимания. И противопоказаниями являются выраженные третий класс, то есть скелетные формы, и невозможность отводного носового дыхания. То есть здесь, прежде всего, давать такой аппарат, мы должны очень хорошо подружиться с ворами, но это настоящий адекватный сеток. И прежде всего, надо давать носовое дыхание. Так что это число, да, вот так. Структурные особенности какого аппарата Meobrace, все довольно просто имеется окруженная площадка, которая переходит на куточную площадку переднего участка. Имеются два таких вот бортика спереди и сзади. То есть контролирует как раз именно повороты зубов, инклинации, ротации. Контролирует вот такие вот ячейки для зубов, которые предполагают правильное построение зубов по дуге. Ну и, соответственно, для тренировки языка вот такой вот лепесток, который, в общем-то, обусловливает правильное положение языка. А также есть ячейки для языка. Опять же, потому что язык у нас очень такой мощный, вещественная норма, который формирует зубочистую систему. Ну и, в общем-то, мы должны на его положение тоже с этим пониманием вращать. Ну, как я уже сказала, рекомендуемый режим ношения это 3 часа днем и всю ночь. И вот я тут привела несколько клинических примеров, что было до и что стало после. Вот такой вот вариант, да. То есть мы видим, во-вторых, асимметрию некоторых положений зубов, соответственно, это отражает и асимметрию мышечного аппарата. И вот что стало после. Разница, мне кажется, должна заметна быть. И не надо терапевт, и не тимжесли, и не только о том. Вот и следующий случай... Ой, вот так вот я сделала, да. Потому что это важно. Это как раз к разговору о наклоне зубов, да, вот смотрите, вот то есть, да, и как она изменилась после ношения мембресса, в том числе перекрытия. Посмотрите, на первом слайде перекрытие верхнего зуба и нижнего практически полностью. Ну, так что, представьте, здесь перекрытие вот так вот. Вот это правильно. Это хорошо. То есть регуляция буквого прикуса, как раз, если вы посмотрите, вот эти зубы, соответственно, берут в блок нижнюю чувство. Санат движения нормально совершать не может. Абсолютно здесь. Значит, следующий вариант нормализации. Ну, это, скажем так, если идет какое-то активное лечение у генерального терапевта или там ортопеда, да, у ребенка, и нам нужно просто разобщить припус, приподнять его немного, тем самым прослабивая мышцы зубочелюстной системы, нормализовать положение долгого сустава, ну, и можно применить индивидуальную опасность для капы в ортез, даже за общение припуса. Эти капы, ну, я изготавливаю сама, некоторые, которые дают их техникам, если нет никакой сложности, просто снимается слепок из супергипса, и, соответственно, на специальном аппарате формовочном, вакуумной формовке изготавливается вот такая капа. Изготавливается у меня из-за высокопрочного пластика, фирмы «Идеоклея», «Проформ» или «Софт». Эти капы могут быть разной толщиной, в зависимости от того, что нам нужно. Потому что мы знаем, что это прекрасно, что асимметрия имеет место быть, и там справа 3 мм разобщения, слева 1 мм разобщения. Сейчас мы работаем над тем, чтобы такие капы именно с разной толщиной на разных сторонах делать, пока у нас получается, к сожалению, только с равномерной толщиной. Но исследованы ведутся. И вот все артеналлические пластиночные аппараты. Это может быть кто-то из своего детства комнаты. Такую красоту вряд ли, конечно, может быть вот такая или не такая, но может быть познакомая что-то выдели. Тут какой основной элемент? Основной элемент – вот такая вот нам пусочная площадка или грузионная накладка в боковом участке. И здесь мы можем с вами делать все, что мы хотим. Говорить об этом техникуме, то есть какое разобщение нам нужно, с какой стороны 2-3-10 мм техника, это все можно спокойно сделать. Если нужна коррекция, то опять же мы можем сошлевовать лишнюю пластмассу, проверить это по тесту, сделали, получилось ли у нас, в итоге не получилось. Ну, получается. Так, и теперь можно дальше, как следует. Ну, да? Угу. Ну, в общем-то мы сейчас пытаемся разработать какой-то стандартизированный метод, и вот у нас было несколько групп исследований. Одна группа носила ортезы, они там применялись, другая группа не носила ортезы капы, и, в общем-то, коррекция без чего-то изменилась. И, собственно говоря, на моих глазах происходило чудо, когда мы проводили тест у самороков без капы, и мы пытались, смитрия одевали капы, проводили тот же самый тест, и смитрия уже не пытались. Мне кажется, что это очень хороший метод, и для ортодонтов, естественно, потому что мы знаем, что организм — это единое целое, единство системы. Теперь нужно будет обрисовать. Ага. Ну, вот у нас есть пока только предварительные ружбы, потому что метод, он очень молод. Мы заметили увеличение эффективности автодонтической терапии, коррекцию мыши, инфункциональной системы, уменьшение диагностическому боли, что ускоряет процесс лечения. Унижает побочные эффекты, комминт растворный материал. Увидели увеличение эффективности комплексной терапии, увидели, что меньше побочных эффектов, и, в общем-то, этот метод будет изучаться дальше и будет дальше оправдироваться. То есть какие-то выводы, я думаю, что мы сможем осветить уже в следующем году уже более подробно. Ну, собственно говоря, я как стоматологу призываю, разумеется, чистить зубы, потому что профилактика в голову успеха и благодарю вас за внимание. Спасибо, вопрос. С какого возраста можно использовать? Какой именно аппарат? Вот. Все. Значит, что касаемо возраста. Возраст... Ортодонтия вообще начинается где-то с трех лет. С трех лет почему? Потому что ребенок у этого возраста уже более адекватен, и его можно как-то хотя бы попытаться затерить. Все те аппараты, которые я представила здесь, они могут быть носимы именно с этого возраста. Если мы говорим об индивидуальном капе, которая изготовлена из силикона, она, конечно, больше подходит для постоянного пригласта. То есть это возраст от 15 лет. Потому что, если меняются зубы, как вы понимаете, как вкусно будет садиться. Меобрейс – это целая сетка аппаратов, которые разработаны от двух с половиной лет до бесконечности. То есть я могу посоветовать вам, могу посоветовать свои крестницы. Просто это будут разные аппараты немножко. Но система одна. То есть смысл не один. Можно еще один вопрос? Павел. Очень часто, потому что у маленьких детей, когда уже пораженные зубы, им удаляют основные молочные зубы. Можно ли при патологии уже непосредственно зубов, то есть отсутствия того, чтобы использовать для коррекции прикраса Ваши аппараты? Да, спасибо за вопрос. Очень хороший. Да, можно использовать эти капы. Почему? Потому что они фиксируются не конкретно за зубы, а у них, скажем так, больше лисневая фиксация. То есть ребенок удерживает этот аппарат так двумя челюстями. Думя челюстями. Я, кстати, хочу еще отметить, что действительно профилактика целых успеха. И у нас с Юлией Алексеевичем была пациентка, у которой был разрушен зуб. В общем-то, с нее началось наше сотрудничество, наверное, с Юлией Алексеевичем. У нее был очень сильно разрушен зуб, и вообще у ребенка очень большие проблемы с позвоночником, там у него ручки не растут, там очень-очень много побочных, да, сопутствующих заболеваний. И я остановила всего один зуб. И тест к самороку стал абсолютно вот параллельным пальчиком. То есть это тоже очень важно. То есть если вы видите детей с кариесом или с припитами, вы видите какие-то проблемы, не постесняйтесь отправить их в детскую стоматологу. У нас сейчас замечательные материалы, обезболивания, где-то ничего не боятся, мы можем совершенно спокойно работать. Где вы находитесь? Смайленд, клиника Смайленд. Студенческая 30. Все нет. Реклама. Реклама мне была врач, что вы же переплатите. Хорошо. Я хочу добавить, просто почему-то важные зубы. Смыгание челюсти и асимметрии приведет к тому, что к синдричному движению в одном зонопонечном сочинении мы, соответствующие нарушению в кинематике движений с опорой на правую и левую конечности, мы не видим к этим вещам. Рефлексы, связанные с поиском пищи и укусом, они очень сильные и влияют на положение тела очень сильно. Поэтому к теме сколиозов имеет прямое отношение. Также в наблюдениях, это и для меня было таким большим визуально наблюдаемым вещью, когда просто в исследовании ребенка просим сгибать колени медленно, плавно, да, и у него колени двигаются в какую-то сторону. И этот ребенок был после множественных операций, оперативных лечений, наследуемые заболевания, рубцов очень много на теле, вот, то есть афферентное поле все раздражено, дополнительные эти очки есть. После установки системы КАПы колени одинаково двигались. Это для маленького ребенка, который ходит утиной походкой и раскачиваясь. То есть мы устанавливаем это и мы видим, как у него совершенно меняется его помечность. Соответственно, длительное ношение, год или лет, или полгода, как он будет расти, он все это время будет двигаться. Мы сформируем условия для его роста, которые дадут положительный эффект. Ну, это одно простое из этих условия. Спасибо вам.